Армяне понимают только язык силы. В Армении, видимо, поняли, что силы не равны, после успешной военной операции Азербайджана сепаратисты в армянской части Карабаха поспешили отменить мобилизацию, которую объявили на прошлой неделе. Начали готовить население трех сел к возвращению в состав Азербайджана в рамках мирных договоренностей от 10 ноября 2020 года. Как передает АЗ. Эйзи, об этом рассказывается в программе в центре внимания с Андреем Шляпниковым на портале Москва-Баку. Обстановка в Карабахе в центре нашего внимания. На неделе в Минобороны России зафиксировали нормализацию ситуации на линии соприкосновения сторон в зоне ответственности российских миротворцев. Перестрелки стали реже или вовсе сошли на нет. Минобороны России, российские миротворцы продолжают круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. С целью предотвращения возможных инцидентов миротворческий контингент поддерживает взаимодействие с генштабами Воскресения Азербайджана и Армении напомнив, что 3 августа произошли военные столкновения на линии соприкосновения в зоне ответственности российских миротворцев между войсками Воскресения Азербайджана и армянскими сепаратистами. Официальный Баку заявил о погибшем военнослужащем срочнике, после чего началась операция возмездия. В результате операции под контроль было взято азербайджанскими войсками несколько высот, имеющих стратегическое значение. Невыполнение Армении своих обязательств является причиной обострения ситуации в Карабахе. Об этом в интервью турецким СМИ заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Джейхун Байрамов, под невыполнением обязательств мы конкретно имеем в виду вывод армянских вооруженных формирований из Карабахского региона. Потому что у Армении есть такое обязательство по трехстороннему заявлению. Когда миротворческие силы вошли в регион, незаконные армянские вооруженные формирования должны были покинуть эти земли. Однако они до сих пор остаются там. Российский политолог Сергей Марков считает, что в этой ситуации правда и право на стороне Азербайджана. Сергей Марков, политолог, обострение военной ситуации в Карабахе имеет в качестве главной базовой причины невыполнения Армении своих обязательств по трехстороннему меморандуму от 10 ноября 2020 года. Года, по которому Армения должна была провести делимитаризацию и у той части Карабаха, где находятся российские миротворцы и проживает армянское население, где нет пока власти азербайджанской. Государственной системой Сергей Марков считает, что если Армения не начнет выполнять мирные договоренности, то со временем это может привести к более масштабному военному конфликту. Сергей Марков, политолог, если Армения не проведет полной домилитаризации этого региона, не выведет полностью все свои воинские формирования, если Армения не даст возможности деблокировать транспортные коридоры и построить Зангизурский транспортный коридор, если не проведет делимитацию и демаркацию границы, то я думаю, что с высокой вероятностью через три года Азербайджан не пролонгирует этот договор. Тогда российские миротворцы, потеряв свой мандат на пребывание в Карабахе, уйдут оттуда и буквально через несколько дней туда вступят воинские подразделения армии Азербайджана. В Армении, видимо, поняли, что силы не равны. После успешной военной операции Азербайджана сепаратисты в армянской части Карабаха поспешили отменить мобилизацию, которую объявили на прошлой неделе и начали готовить население трех селк. Возвращению в состав Азербайджана в рамках мирных договоренностей от 10 ноября 2020 года. На неделе Азербайджан также объявил о завершении строительства альтернативной автомобильной дороги в объезд города Лачин, которая должна связать Карабах с Арменией. Общая протяженность дороги составляет 32 километра. Возможно, этот факт также мог стать причиной эскалации конфликта, однако этот маршрут прописан в мирных договоренностях. Вот что заявили в российском МИДе. Иван Нечаев, зам директора Департамента информации и печати МИД РФ, пунктом 6 трехстороннего заявления предусмотрено, что по согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства. Нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Армении с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Поэтому договоренности надо выполнять. Появился интересный позитивный факт. В армянских СМИ просочилась информация, что армянские власти призывают население, которое решит покинуть свои дома, не уничтожать варварские их, как это было в 2020 году, когда Армения в рамках мирных договоренностей вернула Азербайджану несколько оккупированных районов. Мы все были свидетелями, как многие беженцы сжигали дома, свои хозяйства, снимая это на камеру. Сегодня, чтобы избежать новой эскалации и более тяжелых последствий, необходимо начать выполнять договоренности и не разжигать вновь пламя новой войны. Надеемся, что в Армении это тоже начинают понимать.